Автор книги «Муравьи в стеклянной банке» 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 Наверное, в 2009-м она пишет, что в 2009-м. Мне кажется, что раньше. Прежде всего, о самих дневниках. Как это выглядело, когда эти слова были написаны еще сначала не установившимися детским почерком в школьных тетрадках? Я видел, я разбирался по виду эти тетрадки. Она жила у нас в зоне, и постепенно, что вообще-то является, наверное, одним из чудес, ей удалось собрать практически полный корпус дневнику. Он атрибутирован. Никакая возможность классификации в данном случае не просто не может подразумеваться. А она юридически абсолютно невозможна. Полина ребенком описывала, просто описывала то, что видел вокруг. И из этих записей становится очевидно, что такое война. Каким страшным преступлением была война в Чечне. То, что пережила, она не должен. Ребенок переживает то, что пережила в детстве. И никто из детей, переживших грозенских бомбежки, не должен был этого переживать. Но это произошло. И последствия этой страшной войны дают у себя знание до сих пор. В какой-то степени эта война продолжается и сегодня. А кто в этом виноват? И ответ у меня на этот вопрос один. Мы виноваты. Мы виноваты. Мы, потому что мы граждане этой страны. Мы, если мы граждане этой страны. И мы несем ответственность за то, что от нашего имени делает наша власть. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok